1С – кабинет сотрудника персональный личный аккаунт работника в сервисе 1С. Применение данного сервиса позволяет минимизировать потери рабочего времени сотрудников, позволяя перевести весь внутренний документ оборот организации в электронный вид. Тем самым личные обращения работников в кадровые финансовые подразделения сводятся к минимуму. Сотрудники смогут получить расчетный лист, написать заявление, запросить справку. И все это просто используя свой телефон, компьютер, без дополнительных затрат времени. В настоящий момент сотрудник, имеющий личный кабинет сервиса, может посмотреть расчетный листок за любой период, а также подтвердить, что он с ним ознакомлен. Уведомить об отсутствии, опоздании либо болезнь. Указав причину согласовать отсутствие со своим руководителем. Получить подробную информацию по остатку неиспользованных дней отпуска, в том числе справку об основании, поясняющую размер этого остатка. Подать заявление на отпуск, как очередной, так и за свой счет. Найти контактные данные коллеги по работе в общем списке, в том числе адрес электронной почты и номер телефона. Получить необходимые справки, 2 НДФЛ, с места работы и так далее. Проверить и подать заявку для актуализации своих персональных данных, хранящихся в кадровой службе. Помимо этого, через 1С, кабинет сотрудника работнику поступают важные данные. Например, когда будет готов расчетный лист, либо о готовности заказанной справки или согласовании заявления на отпуск. Сотрудника, занимающего руководящую должность, сервис уведомит о необходимости согласовать заявление подчиненного. Сотрудник сможет работать со своим личным кабинетом на мобильном устройстве, либо через браузер компьютера. Внешний вид кабинета зависит от размеров экрана устройства, содержимое при этом будет неизменно. Подключение настраивается пользователем с полными правами. Настройка вызывается по кнопке «Подключить» на начальной странице, либо по ссылке «Сервис 1С», кабинет сотрудника в разделах «Кадры» или «Зарплата». Для работы с сервисом в базе должна быть подключена интернет-поддержка. Если она еще не была подключена, это предлагается сделать здесь же по кнопке «Подключить». Далее необходимо пройти все этапы, предлагаемые помощником подключения, после чего опять же нажать кнопку «Подключить». При высокой нагрузке на сервис подключения может занять продолжительное время. В этом случае на этапе четырех, может быть выдано соответствующее сообщение. В случае успешного подключения появится этап пяти, в котором будет указана ссылка на сервис, и если форма подключения была случайно закрыта до перехода по ссылке, то открыть ее можно по ссылке «Сервис 1С», кабинет сотрудника в разделах «Кадры» или «Зарплата». По этой ссылке необходимо перейти указанному ответственному лицу. После перехода на его телефон будет отправлено СМС-сообщение или письмо на почту с кодом, который необходимо ввести на открывшейся странице. После чего будет предложено придумать и ввести пароль для входа в сервис. Рекомендуем использовать сложные пароли, содержащие латинские буквы верхнего и нижнего регистров и цифры. Теперь можно продолжить работу в сервисе, ознакомиться с его возможностями и создать кабинеты для сотрудников, если они были выбраны на третьем этапе помощника подключения. Если на этапе три сотрудники не были выбраны, то после подключения их можно указать в форме, открывающейся по ссылке «Сервис 1С», кабинет сотрудника в разделах «Кадры» или «Зарплата». Для этого в открывшейся форме нужно перейти по ссылке «Изменить настройку публикации». Для выбора публикуемых позиций нужно проставить флажки в колонке «Публиковать». По кнопке «Публикуемые сотрудники» можно просмотреть отобранных в результате сотрудников. Для них должен быть указан адрес электронной почты или мобильный телефон. Если это условие не выполнено, строка будет выделена красным. По кнопке «Обновить публикацию информации» по выбранным сотрудникам передается в сервис. Обращаем внимание, что для публикации в сервисе ответственного, подключившего сервис, в числе сотрудников, его позиция также должна быть выбрана здесь для публикации. В сервисе имеется возможность согласования заявлений сотрудников их руководителями. Чтобы ей можно было воспользоваться, укажите руководителей подразделений. Если руководитель подразделения не задан, либо это лицо не выбрано для публикации в сервисе, тогда в качестве руководителя подразделения публикуется руководитель самой организации, если он задан в ответственных лицах организации, и публикуется. Создание кабинетов в сервисе. После создания сервиса и публикации в нем списка сотрудников нужно создать для них собственные кабинеты и отправить приглашение, если не было включено автоматическое создание, упомянуто далее в конце раздела. Эта возможность располагается в разделе «Администрирование», который доступен только администратору сервиса. По умолчанию это ответственный, указанный при подключении, но право также могут быть назначены любому подключенному сотруднику здесь же, в его карточке. В списке слева отображаются опубликованные в сервисе сотрудники. Состояние дел обозначается пиктограммой. Необходимо отметить флажками сотрудников, для которых нужно создать кабинеты, после чего нажать «Выполнить создать кабинеты». Нажатие на кнопку с пиктограммой над списком сотрудников приводит к отображению сотрудников только с таким статусом. Например, можно отобрать только тех, кому приглашение не отправлялось, проставить все отметки и направить приглашение только им. После создания кабинетов сотрудникам необходимо отсюда же разослать приглашение на почту и слэш или по СМС. Сотрудники получат инструкцию по подключению, текст которой задан в форме по кнопке с шестеренкой, при необходимости его можно изменить. После подключения сотрудник получит доступ к своему кабинету, что отобразится соответствующей пиктограммой зеленым человечком. По кнопке с шестеренкой можно включить автоматическое создание кабинетов и слэш или рассылку приглашений. Тогда после публикации сотрудников в сервисе кабинеты для них будут созданы автоматически. А после создания кабинетов автоматически будут отправлены приглашения. Процесс получения электронной подписи для работника. При первом входе в личный кабинет при помощи мобильного устройства или через браузер компьютера сотрудник сам придумывает и вводит пароль. После этого он получает на свой телефон или на свою электронную почту код для подтверждения введенного пароля. Таким образом, пароль для входа в личный кабинет, кроме пользователя, не знает никто, даже администратор сервиса. Далее показан процесс получения подписи в мобильном приложении. Сотрудник в своем личном кабинете заходит в меню еще в раздел «Профиль». В профиле находит кнопку «Мои данные». И внизу страницы находим раздел «Электронная подпись» и нажимаем «Создать». Система попросит придумать и подтвердить пароль электронной подписи. После чего нажимает на кнопку «Сохранить». В результате этих действий у нас появится информация о создании электронной подписи и сроке ее действия. Если сотрудник забудет пароль от электронной подписи или истечет срок действия подписи, то необходимо заново выпустить электронную подпись, нажав кнопку «Обновить».